Аптечка Всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить с вами о такой необходимой вещи для любого охотника, рыбака, путешественника, туриста, как аптечка. Ну, на первый взгляд, казалось бы, такой момент, да, не все о нем думают, не все всегда вспоминают, как бы самое главное, охотники стараются не забыть, как говорится, на охоту ружье с патронами, да, и еще кое-чего некоторые охотники. Но, на самом деле, относиться к этому вопросу надо серьезно. Аптечка на охоте – вещь абсолютно, совершенно необходимая. И я уверен, не стоит с этим спорить, да, никто не будет с этим спорить, что нельзя без нее. В любом возрасте, хоть вам там 20 лет, хоть 40 лет, хоть 50 лет вы охотник, аптечка нужна. Другой вопрос, что в ней должно находиться, да. Вот, хочу рассказать, что я с собой ношу на охоту. То есть, как правило, выходы на охоту у меня не бывают такими длительными, там, недельными, то есть, месяцами, естественно, я не охочусь. Это либо один вечер, либо, ну, 2-3 дня. Как правило, дольше трех дней редко я когда на охоту уезжаю. Вот, поэтому, как бы, огромных запасов лекарств с собой не таскаю. И свои аптечки переносной устраивать, конечно, тоже в другую крайность вдаваться не надо. Не надо там никакие передвижные реанимационные пункты устраивать, да. Но вот необходимый минимум он должен быть. Что в аптечке у меня? Ну, во-первых, просто, самые обычные влажные салфетки, да. Что ими? Ими, хотя бы руки можно вытереть элементарно, там, на какой-то случай. Но случаи разные бывают, да. На аварийный случай можно еще как-нибудь использовать ее. Вот. Ну, естественно, бинт, да. Обычный вот самый бинт, упакованный герметично. Он всегда в аптечке необходим. Лекопластыри бактерицидный, да. То есть, вот, у меня набор по несколько штук каждого такого размера, да. Разной формы на случай разных каких-то там раневых повреждений. Ну, вот необходимая вещь такая вот, да. Прогресс, высокие технологии. Называется губка коллагеновая кровоостанавливающая. То есть, что из себя представляет? При сильных каких-то поражениях, кровотечениях, глубоких ранах, либо проникающих ранениях, эта губка, она либо тампонируется в рану, либо накладывается, прижимается на 2-3 минуты. И, то есть, останавливает сильные кровотечения, коллаген. Удалять ее потом не надо, губка сама рассасывается. Либо прижимаем, бинтуем, либо в рану вставляем. Очень хорошая, полезная вещь. Очень жаль, что раньше, во времена моей службы, в вооруженных силах таких вещей не было. Ну, что опять-таки, самый обычный лекопластырь, да. То есть, где-то что-то бинтом замотали, чтобы не вязать, не затягивать вот эти узлы, которые там развязываются, растягиваются, плохо крепятся. Все это фиксируем лекопластырем. На случай каких-то, да, опять-таки, ранений. Ну, лапирамид. Вещь абсолютно необходимая. Чтобы охота не превратилась в сплошное сидение на горшке, вещь необходимая. Расскажу один случай из своей службы. В далекие-далекие годы, находясь в командировке в республике Абхазия, на границе с Грузией, в составе миротворческих сил, постигла меня вот эта болезнь. Называлась она дизентерия. То есть, да, все, что там растет на ветках, хурма, мандарины, хотя мы это и мыли, солдаты, да, но, тем не менее, получалось так, что повальные эпидемии дизентерии были, да. А, как говорится, лежать в отдельной палатке для Дрестунов, кто в армии служил, да, он знает, о чем я говорю, это не совсем престижно, тем более я служил разведчиком. Разведчик Дрестун, ну, это смешно. Да, поэтому, как бы, вот, чтобы не ронять свой имидж, приходилось переносить эту напасть на ногах. Болели ей все, неважно кто, саперы, минометчики, комендантский взвод, болели абсолютно все, но не все переносили ее на ногах. Мы вот переносили, служил я снайпером, был у меня напарник, пулеметчик, и вот тоже постигла такая болезнь. И вот, значит, мы вдвоем в сторону инженерного сооружения, предназначенного для выхода пищи естественным путем, двигались парой. Над нами, знаете, даже смеялись, вы даже на толчок парой ходите, один идет, второй прикрывает. Ну, шутки шутками, а вещь действительно необходимая. Опять, активированный уголь. Можно его побольше даже с собой взять. Для чего? Да, ну, при каких-то пищевых отравлениях он хорошо ацербирует. Вот, помогает в этом смысле. Темполгин, да, обезболивающая. Что может у человека заболеть? Голова, да, зубы. Ну, опять, все. По крайней мере, вы боли чувствовать не будете до тех пор, пока не выйдете в цивилизацию. Ацетилсалициловая кислота. Аспирин. Ну, может быть, простыли ноги, промочили весной, жар, с парацетамолом, да. Я, видите, я не таскаю все это такими блистерами, пачками, то есть, все это на один раз. То есть, вот, израсходовал, вернулся домой. Если израсходовал, там, добавил. Но таскать лишнее с собой тоже ни к чему. Валидол. Ну, как бы сердце у всех одно, да. Искусственных клапанов у нас нет и не предвидится. Поэтому валидол всегда с собой. Ну, рафен. Ну, тоже жаропонижающий, обезболивающий, при каких-то лихорадочных состояниях очень хорошо помогает. Ну, и что еще? И спиртовые салфетки. То есть, да, что-то обеззаразить надо необходимо. Вещь тоже, как бы, нужную. Также руки протереть там. Вот, собственно, такой набор. Небольшой абсолютно. Позволяющий спокойно оказывать какую-то первую медицинскую помощь себе, либо своим товарищам, если, не дай бог, пригодится. Конечно, все это от вот таких бытовых мелочей, да. Не от серьезных бед. То есть, а беды бывают серьезные. Вот у нас в республике совсем недавно на охоте два охотника увидели косулю. Получилась такая ситуация. Один встал, как загонщик выставился, а второй поехал на машине объезжать колок, чтобы встать там на номере. Тут вышли косули, значит, тот, кто загонщик, увидел их и открыл по ним огонь из нарезного оружия. И острелок до номера еще не доехал. То есть, прострелил он косулю, прострелил насквозь колок этот кустов, прострелил стекло в автомобиле Нива и прострелил шею своему товарищу. Значит, подбежал, когда попытался там оказать ему помощь, какую-то заткнуть рану, что-то там зажать, бинтовать, но, естественно, ранение в шее тяжелое, спасти не удалось ему человека. И таких случаев много, они не единичные. Естественно, если будет сильное огнестрельное ранение, вот это все вам не поможет, никакие там вещи. Но при каких-то мелких таких, возникающих, не бедах, а проблемках, мы можем спокойно продолжить охоту. Как минимум, вернуться в относительном комфорте домой, чтобы прекратить эту охоту. Вот у меня лично был случай, да, то есть добыл я лося, рядом никого не оказалось, ну, по определенной договоренности должны были встретиться позже мы в горах, в лесу, стал я его разделывать. И вот при разделке лося, как-то неудачно у меня нож, шкуру я снимал, соскочил, и попал я себе в колено. На мое счастье, были у меня такие брюки спецназерские с наколенниками, внутри которых еще там войлочная прокладка. То есть вот с этого размаху, как я соскочил, я прорезал штанину, прорезал войлок и прорезал внутреннюю ткань, брючину, да. И нож совсем чуть-чуть воткнулся вот мне, да, под кожу. Если бы вот этой накладки на колено не было, то проблем было бы намного больше. И кровища было бы больше, и тут и до беды недалеко, да. Сустав все-таки, колено, и с ним же еще идти надо 12 километров, да, машину было по горам. Поэтому вот, парни, мой такой совет, не ленитесь, весит эта аптечка совсем немного, места она занимает немного, все это собираем, какие-то там, да, герметичные пакеты укладываем, чтобы дождем все это не промочилось лишний раз, имело достойный вид, функционал. И убираем ее в рюкзак, и всегда она у нас с собой. Остановились в лесу, бросаю я рюкзак, знаю, что куда-то пойду, аптечку вытаскиваю, на ней вот полно всяких лямок, пряжек, застежек, ее можно на пояс прицепить, ну, там, куда хочешь. Вот, в общем-то, и все, о чем сегодня хотели поговорить. Надеюсь, я вас убедил, и тот, кто раньше об этом не задумался, серьезно подумает и начнет применять в своей охотничьей практике. Субтитры создавал DimaTorzok